Гаити вновь создает армию. Вооруженные силы этой страны были полностью расформированы в 1995 году по приказу президента Жана Бертрана Аристида. С тех пор безопасность в стране обеспечивает национальная полиция. Зачем одной из беднейших стран мира армия? В следующем материале. Тысячи молодых людей уже прибыли на военную базу Леоган, чтобы вступить в ряды новой армии. Водушевленные гаитяне ждут своей очереди с раннего утра и делятся своими историями с журналистами. Я мечтаю быть армейцем, потому что хочу служить родной стране, а также помочь своей семье. Я молод, уже закончил учебу, но работы и денег нет. Военная служба – это шанс выбраться наверх для таких, как я. Планируется, что армия будет состоять из 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет. По обязанности военных будут входить патрулирование прибрежной зоны, охрана границы с Доминиканской республикой, а также ликвидация последствий природных катаклизмов. При этом армии приписывают даже несвойственные ей функции. Мы наметили несколько важных целей. Во-первых, сохранить целостность страны, обеспечить безопасность нашей земли, морского и воздушного пространства. Во-вторых, армия будет помогать людям в случае природных катаклизмов. Поэтому мы набираем инженеров и механиков землеройных машин. Также в состав армии будут входить медики и агрономы. После пяти военных переворотов в конце 80-х в стране начало расти недовольство армейским руководством. Оно оказалось в центре коррупционных скандалов. Росло недовольство и в самой армии. В конце концов, в 95-м году правительство распустило ее. Последующие лидеры пытались восстановить армию. Однако скромный бюджет страны не позволял реализовать это. Впоследствии была учреждена миссия ООН по стабилизации в Гаити для сдерживания конфликта, возникшего в стране по причине острого внутриполитического кризиса. В апреле Совбез ООН принял решение прекратить миссию и заменить ее миротворческой операцией по поддержанию общественного порядка в стране. Между тем, противники создания армии утверждают, что она, хоть и столь малочисленная, станет дополнительным бременем для бюджета страны. Продолжение следует...